Друзья, привет! Это видео, как человек с муляжом гранаты пришел в гости, он сам про это что рассказывает и что было дальше. Мы просто офонарили. Офонарите, пожалуйста, и вы. Не забудьте распространить это видео, подписаться на канал Силы Движения, ссылка в описании, ставьте лайки, зайки. Дальше будет интереснее. Всем доброго дня. Меня зовут Бойченко Сергей Анатольевич. Недавно в соцсетях было опубликовано видеообращение Романова Андрея Николаевича, генеральному прокурору и общественности, в котором он полностью исказил произошедший у нас с ним инцидент на территории гаражного кооператива «Авиатор-2» в городе Минеральной Воле. Хочу коротко изложить историю этого инцидента, так как в своем обращении Романов Андрей Николаевич явно прикрывается детьми, якобы находившимся на улице, а также приездом высших лиц государства, кстати, приехавшими в наш город спустя 10 дней после данного инцидента и террористической обстановкой в нашем регионе. 19 сентября 2018 года, приблизительно в 20 часов, я, выезжая на машине в темноте со своего гаража, задел бампер автомобиля Романова. В ходе общения с Романовым я предложил ему, на мой взгляд, достаточную сумму для устранения этого повреждения, так как я имею представление о стоимости ремонта. Романов ответил отказом и запросил сумму гораздо больше. Я поехал домой, взял, имею все деньги в наличии, но сумма все равно была меньше, запрашивая Романова. Примерно в 21 час, вернувшись на место ДТП, мы с Романовым продолжили на улице разговор о случившемся. Через некоторое время диалог перешел на повышенные тона и взаимные оскорбления. Понимая, что наше общение вот-вот перерастет в драку, я открыл свою машину и достал, как я был уверен, муляж гранаты, который я возил постоянно с собой более 10 лет, и положил ее в карман своей безрукавки. Взял я его для того, чтобы в случае драки иметь в кулаке тяжелый предмет, так как видел, что Романов гораздо моложе и здоровее меня. Ни о какой грозе убийствам, а тем более об убийстве, не было и речи. Как я предполагал, началось хватание друг друга за одежду и борьба, в ходе которой Романов повалил меня спиной на землю и, оказавшись сверху меня, стал левой рукой давить на горло. Тогда я с трудом вытащил из кармана этот муляж и, зажав его в кулаке, ударил Романова в лицо. После этого я заметил, что на муляже гранаты отсутствует кольцо. Опасаясь, что сработавший взрыватель может нанести ранение, я лежа на спине размахнулся и бросил муляж в сторону находившихся рядом заброшенных гаражей. Без крыш, без ворот, стоят просто короткие. После этого раздался хлопок, на шум которого вышел сосед из гаража, находящегося за углом метров сорока, от нас и разнял нас. Повреждений ни на ком из нас не было, и мы, решив, что муляж оказался шумовым, договорились с Романовым встретиться утром и прийти, но все-таки к общему мнению по поводу оплаты повреждений бампера его автомобиля. Далее мне стало известно, что более чем через час Романов решил загнать в свой гараж, стоящий недалеко от места нашей драки, автомобиль Ниссана Альмира, который мы пригнали в ремонт и увидел, что взрывом повредила его рядом стоящую газель, после чего вызвал полиции. Позже я узнал, что 21 сентября Романов влев в больницу на стационарное лечение с отрясением головного мозга. Хотя, по словам соседей по гаражу, еще 20 сентября он чувствовал себя хорошо и даже работал в своем гараже. 23 сентября я встретился с Романом в больнице по поводу материальной компенсации и морального ущерба, нанесенного ему и заключения мирового соглашения. На это он ответил отказом, мотивируя тем, что говорить будет со мной только в присутствии своего адвоката. А на данный момент он вообще не может разговаривать, так как ему очень плохо и даже ходить он не может. А на следующий день, 24 сентября, я приехал в гараж, увидел автомобиль Романова и от соседей узнал, что он сам приехал за рулем этого автомобиля. За подобие, что Романов обманывает меня о состоянии своего здоровья, очевидно с меркантинной целью, я направился к городской больнице и стал его там ждать. И увидел, как Романов подъезжает к больнице, управляя своим автомобилем. При этом никаких нарушений координации в него не наблюдалось. Вот видео, снятое мной 24 сентября возле гаража Романова и городской больницы города Минеральные воды, которое подтверждает, что этот человек влюет. И быстрая выписка Романова из больницы указывает на то, что его плохое состояние было им выдумано. Романов Андрей Николаевич приехал на машине на свои гаражи, хотя сейчас должен находиться на лечении городской больницы по поводу сотрясения мозга. Вот наш товарищ приехал на машине, который сотрясение мозга. И вон он пошел в больничку. Теперь вот так мы тут гуляем сотрясением мозга. Ездим на машине. Вот она машина его. Вот приехал. Пожалуйте. Вот он пошел спокойно. То есть если человек ездит на машине, ну наверное нет у него сотрясения мозга никакого. Иначе бы он за руль бы, наверное, не сел, я так понимаю. Как это так? Вот, пожалуйста, в машине водителя нету. Вот он вечно был за рулем. Пожалуйста. Да, кстати, забыл сказать, что сегодня 24 понедельник, 10.52, по-моему, минуты утра. Здесь часов 52 минуты. Вот здесь стоят машины еще с другими номерами. Там можно будет, как говорится, все посмотреть. До этого я снимал его, машину. Вот она стояла в гараже утром. Час назад где-то. В авиаторе 2. Несмотря на это, сознавая свою вину и не снимая с себя ответственности за произошедшее, я несколько раз пытался договориться с Романовым о встрече для возмещения ему морального ущерба. Но он отказывался, мотивируя тем, что его адвокат находится в отъезде. За время ожидания его адвоката я компенсировал материальный ущерб владельцам поврежденных автомобилей. Когда я все-таки встретился с Романовым и его адвокатом, Дюльгяровым, Анатолием, отчество, не помню, в его офисе, я понял, что эти люди хотят очень много. Озвученная сумма составила 3 миллиона рублей за моральный ущерб. На это я ответил, что таких денег у меня нет, со мной проживает моя дочь, которая находится в декрете. «Три месяца назад родился внук, и мы с женой помогаем им». На что адвокат Романов стал прямым текстом «Склонять меня к продаже, дарению квартиры, а иначе они будут писать следствие и прокуратуру, а также обращаться к общественности, чтобы переквалифицировать дело со статьи 119 УК РФ, которую мне предъявили, на более тяжкую 105 УК РФ». Я ответил отказом, так как не мог оставить свою семью на улице. Впоследствии я несколько раз предлагал Романову различные варианты материальной компенсации. Я продал машину и мотоцикл, и предлагал к имеющейся деньгам, 300 тысяч где-то, отдать ему свой гараж подарить. Но эти люди отказались, хотя и снизили требования до 1 миллиона рублей, что в принципе я тоже не мог упомнить. После этого в показаниях Романова в научной ставке зазвучала фраза, что якобы я зашел к нему в гараж и сказал, что пришел его убивать, а также фраза о сессийских детях, якобы находящихся на улице, хотя по утверждению отца этих детей, который, кстати, разнимал нас во время нашего конфликта, дети давно спали в его гараже, и на улице никого не было. Увидев видеообращение Романова, где он искажает наш с ним конфликт, я понял, что эти люди, не получив денег, теперь постараются всеми способами добиться выполнения своих угроз. И хотя в следственном отделе и прокуратуре города Минеральные Воды им было отказано в переквалификации ст. 119 на 105, они решили через средства информации оказать давление на ход следствия. Я, конечно, надеюсь, что следствие и далее будет проходить непредвзято, несмотря на то, что Романов разложением деталей следствия, а также фамилии следователей моей, пытается скомпрометировать органы дознания, но опасаясь, что прокуратура все же из-за общественного резонанса может пойти на переквалификацию моего дела, и тогда у меня не окажется возможности донести до общественности правду и защитить себя, я решил записать это видеообращение. Спасибо всем за внимание. А спонсор этого выпуска – телеграм-канал «Сила движения», канал «Объединенных сил добра». На канале вы найдете статьи и ролики на дорожную тему про ГИБДД, ППС, ЧОП и других представителей неадекватных, анонсы предстоящих рейдов, не вошедшие кадры, фото и видео с места событий, короткие лайф-трансляции. Подписывайся и кинь ссылку в друг. Ссылка в описании.